Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финнам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы, ну, естественно, не пропустим эту тему, и она у нас сегодня в заголовке. Сегодня мы говорим об итогах президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, хотя, наверное, с юридической точки зрения, да, о этом говорить рано. Но, с другой стороны, с самого утра как? Мы уже слышали в множестве средств массовой информации, CNN News, по-моему, первая, сообщила радостную новость, что Обама там опережает, всех победил, всех победил, стал чемпионом в очередной раз. И рынки на это реагировали в моменте, и, собственно, об этом и сегодня. И будем с радостью говорить. Напомню, не так, сначала представлю моих гостей. В студии сегодня Сергей Григорян, директор по инвестициям, управляющий компанией «Номосбанк». Добрый вечер, Сережа. Добрый вечер. И Андрей Павленко, начальник управления брокерского обслуживания «Промсвязьбанка». Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Ну, я вижу, у вас радостное настроение, да, как и у Обамы, примерно. Он ведь тоже радуется, да? Я думаю. Чего, огорчаться. Да, глупо было бы огорчаться, действительно, в такой ситуации. Хорошо, значит, закончим приготовление. Во-первых, телефон в студии 6510-99,6. Соответственно, есть возможность позвонить, задать вопрос. Код Москвы495. Далее. Далее у нас адрес сайта finam.fm. Вопрос можно задать непосредственно на сайте. И, ну, уже не новшество, но, тем не менее, вторую неделю, как мы ведем видеоретросляцию. То есть нас сейчас смотрят вот в ту камеру, имейте в виду. Нас сейчас смотрят друзья компании Finam. Они для этого заходят на сайт finam.ru и в эфире видеосеминары, так называемого, да, онлайн-семинары. Могут наблюдать за всем происходящим в этой студии и, соответственно, тоже задавать вопросы. А поскольку они, ребята, пытливые, как правило, вопросов у них много и всяких разных. И традиционно начнем с того, что посмотрим на картину маслом в Москве. В Москве 1805. И что же происходит на финансовых площадках. Значит, я не вижу, к сожалению, обновлений американцев, американских котировок. Ну, говорим о наших, ладно. Итак, индекс РТС теряет 0,9% в моменте. Индекс ММВБ 1431. Один пункт, текущая котировка, минус процент. Нефть марки Brent 109 долларов за баррель. Золото 1725 за унцию. И инструменты рынка Форекс, ну пусть это будет евро-доллар, 1,2750. Кстати, ну, небольшая ремарка, да. Практически все, что, всю радость, да, которую добавил сегодня господин Обама, финансовая площадка, они растеряли уже. Вот сейчас я смотрю, евро-доллар опять даже ниже 1,28. А утром сегодня он к 29 даже подходил. Стучался практически. Так, значит, основной набор головых фишек разнонаправленно торгуются, но в основном все, в большинстве случаев, в красной территории. Минус процент ВТБ, минус процент Газпром, минус полтора Норникель и так далее и тому подобное. Вот такая вот история. Вот такая история. Ну что ж, давайте начнем. Ну, все-таки давайте начнем с основного события, да, Андрюш, давай с тебя начнем. Итак, итоги президентских выборов. Ну, по факту, будем считать, что победил господин Обама. Поздравляем его. Думаю, что да, уже в полдевятого утра, по-моему, было объявлено, что все. Ну, наверное, ожидаемые итоги для многих. Ну, по крайней мере, в России как-то так по умолчанию считается, что Обама, не знаю почему, правда, но более удобен. Но суть не в этом. Я бы вернулся сразу от итогов к тому, что происходит на рынках. Такое впечатление, что все идет по классической схеме, то есть ожидание события. Покупай на слуху. Совершенно верно. По факту давайте продавать. Тем более, если вернуться на несколько месяцев назад, наверняка многие вспомнят, что разговоры о том, что Америка не будет падать до выборов. И, в общем-то, вместе с ней и остальной мир, наверное, попробует продержаться где-то. Удержаться. Удержаться, несмотря на огромный массив негативной информации, который приходил все время в основном из Европы, правда. Но, тем не менее, действительно, рынки, в общем-то, выстояли. Не могу сказать, что многие были рады такому состоянию дел в этом году. Если так смотреть с точки зрения заработка или каких-то возможностей для заработка, конечно, их было не очень много. Я бы сказал, почти не было. Но, тем не менее, действительно, рынки устояли. Сейчас по факту того, что Обама победил и, собственно говоря, история завершена. Значит, соответственно, мы, наверное, или точнее, они, наверное, фиксируют прибыль. Потому что язык не поворачивается сказать, что у нас можно где-то особо зафиксировать прибыль, кроме Роснефти, наверное, в текущей ситуации. Ну, и Роснефти тоже неплохо уже зафиксировали. 250 называли, а 250 было уже практически. Совершенно верно. Так что, не знаю, думаю, что нам от этого ни холодно, ни жарко от выборов американских. Ну, пока не холодно, нет? Ну, на самом деле, да. Такое впечатление, что сейчас уже начинает всех интересовать больше тема вот этого пресловутого фискального разрыва. Наверное, она будет рынки нервировать и заставлять проявляться ту волатильность, которую, наверное, хотели бы многие увидеть все-таки. Извини, пожалуйста, я правильно понимаю, Андрей? Вот эта вот вяло текущая жизнь в финансовых рынках до выборов была связана с тем, что, естественно, у нас сформировалось ожидание, кто будет, как будет. Падать мы не можем, потому что, да, вроде бы. Ну, и расти не на чем. И расти не на чем. И потом выбрали, да. Вот, значит, получили то, что получили. Соответственно, мы как бы с ожиданиями уже расстались, мы уже знаем, что есть, да. Выдохнули, увидели вот это вот сегодняшнее, да, сначала радость, потом, естественно, фиксацию прибыли. И теперь просто будем фокусироваться на чем-то другом. Совершенно верно. Именно так, потому что, ну, рынкам все время нужны какие-то темы, нужны какие-то истории, под которые можно, ну, по крайней мере, спекулятивно что-то делать. А с учетом того, что наш рынок весь год в основном узкоспекулятивный, причем так, не по-хорошему спекулятивный даже, да, то, наверное... Спекулятивный в плохом смысле слова. В плохом смысле слова, да. Можно даже какой-то новый оборот придумать. Поэтому, да, будем ждать, наверное, теперь развития ситуации, вот это вот обсасывание, извиняюсь за грубость, вот этой темы фискального разрыва, что с этим делать. Ну, я думаю, что Европа нам добавит тоже энтузиазма, тем более сегодня Драги выступил, как я слышал, во Франкфурте с не очень симпатичными заявлениями уже в сторону Германии. Соответственно, Еврокомиссия понизила прогноз по рейтингу. Но это в сегодняшнем дне это просто добавило негатива, но это может распространиться и на более длительный период. И я бы так аккуратно заметил, что по ожиданиям может быть вот конец этой недели и следующей недели будут для рынков не самыми благополучными. То есть до конца следующей недели снижение может продлиться. Сейчас обязательно обсудим, Сереж. Что ты думаешь по поводу избрания президента и с... Я к этому немножко по-другому относился изначально, потому что для меня не было, в принципе, никакой неожиданности его победы, даже на встречах и с клиентами, и с коллегами. То есть ты с уверенностью всегда говорил, да? Не то чтобы это я говорил, просто дело в том, что я общался еще месяца полтора назад с американцами, которые знают ситуацию как бы изнутри, как граждане. Они меня уверяли в том, что у Ромни просто нет шансов, приводя там свои аргументы. Плюс к этому котировки букмекеров, которые всегда все знают, на Обаму они были несравнимо выше, несмотря на то, что официально они как бы шли ноздря в ноздри. Вот об этом я хочу сказать. Мы же наблюдали эту гонку и там что-то... Поэтому лично для меня это сюрпризом не было, я к этому относился несколько по-другому. То есть для меня победа Обамы, она стала ожидаемым событием для рынков, и поэтому мы не видим какой-то сильной реакции. Вот если бы победила Ромни, то я бы тогда бы ожидал короткосрочного слива какого-то на рынках. Но тут есть такая тонкость, ведь что такое упрощенно Обама и Ромни? Обама это социализм, то есть это высокие налоги, он будет повышать налоги, но при этом будет как бы долгое время держать эту мягкую монетарную политику. Плюс социалка высокая, особенно здравоохранение, там порядка 20% ВВП. Ромни это капитализм, да, то есть это он собирался снижать налоги, но при этом ужесточать, так сказать, фискальную политику. И, естественно, на краткосрочном горизонте победа Ромни, она, значит, могла бы быть негативной, но в долгую позитивной. Обама наоборот, то есть это может быть, да. Вопрос сейчас вот действительно в том, как, что хорошо в этой победе еще Обамы для рынков, в том, что наступает определенная ясность с тем, что вот эта вот озвученная политика монетарная будет продолжаться. Это во-первых, да. И что... Именно поэтому мы в моменте все не видели, да, и рост сырья, и рост фондовых площадок. Конечно, да. И падение долга. Мы действительно сейчас упираемся в то, увидим ли мы до конца года желание и способности договариваться по поводу этого фискального обрыва. Потому что помним лето 2011 года, когда, в общем-то, очень долго договаривались по поводу потолка госдолга, и там формально мог бы быть вообще дефолт США, да. Даже рейтинг, да, опустили. Вот, и поэтому от этого очень многое зависит. Я думаю, что его победа и большинство, так сказать, демократической партии, которая, так сказать, явная, да, получилась, оно несколько вот эту напряженность снимет. Вот, и, честно говоря, по рынкам, я думаю, если так тактически смотреть, повторю то, о чем я говорил, там, полтора месяца назад на эфире, что где-то порядка вот ноябрь месяц мы увидим какое-то локальное тактическое дно. Я, честно говоря, считаю, что мы сейчас ближе к определенному локальному, я повторяю, дну, чем вот даже к середине движения от максимума сентябрьского до низа. Под дном важен тут, как бы, вопрос определений, да, я не имею в виду какое-то глобальное, то есть в том, что касается, там, российского рынка, я, там, жду на горизонте порядка шести месяцев повторения мартовских хаёв, то есть это порядка, там, 13-15 процентов роста. Та же самая цифра, получается, у меня продолжена после перерыва. Мы сейчас слушаем новости, новости. Итак, продолжаем наш сегодняшний эфир на Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, собственно, обсуждаем, прежде всего, основную тему, ну, и сегодняшнего дня, да, и нескольких месяцев до сегодняшнего дня, это окончание президентских выборов в Соединенных Штатах Америки и их итоги. Ну, и, соответственно, пытаемся понять, к чему приведет вся эта история на финансовых рынках, да, к какому движению на финансовых рынках. Напомню, сегодня в гостях Сергей Григорян, директор по инвестициям, управляющий компанией «Номосбанк» и Андрей Павленко, начальник управления брокерского обслуживания «Промсвязьбанка». Серёж, я тебя прервал, потому что и на новости. Продолжай, пожалуйста. Да, я просто хотел сказать, что вот цифра 15% по российскому рынку, которую я назвал, естественно, она, так сказать, никто вам точную цифру не назовёт. Безусловно. Кто-то, кто назовёт, тот обманет. Она просто, получается, у меня, на самом деле, ещё из одного такого, можно сказать, источника, я просто провёл определённый такой регрессионный анализ на разных временных горизонтах по отношению к цене на нефть, как бы, и у меня получается, что примерно на те же вот 15% наши индексы недооценены при условии, что цена на нефть остаётся. Остаётся на текущих уровнях. Да, да. Если мы, если там копнуть глубже и начать говорить там о фундаментальной недооценке, это понятно, мы всё про это знаем, уже, так сказать, это обмусолено сто раз, как бы. Поэтому, действительно, дисконт по основным мультипликаторам очень высокий, даже к развивающимся рынкам, гораздо выше своей, там, десятилетней средней. Вот. Но, как бы, для этого есть причины. То есть, политические риски, которые инвесторы очень не любят и, грубо говоря, наказывают рынок просто, тем самым выводят деньги. Вот. Но даже при таком раскладе, при том, что это риск премии, она сохранится, я думаю, что показать там 12-15% роста для нашего рынка при условии, что не будет какого-то глобального коллапса, это вполне реально. Это до конца года, да? Нет, нет, нет. Я говорю на горизонт 6 месяцев, честно говоря. То есть, я... То есть, до весны тогда, получается? Скажем так, очень консервативно смотрю. Это может быть и до конца года, теоретически, просто я не хочу делать такую ставку. То есть, я бы, например, на собственные деньги был не готов поставить на то, что индексы вырастут на 15% за полтора месяца. Я не готов. На горизонте 6 месяцев я готов сделать такую ставку. Вот. А дальше будем смотреть. То есть, действительно, вот этот вот самый фискальный обрыв и как с ним будут бороться Америка, от этого много зависит, потому что индексы американские, они практически на своих локальных хаях находятся, да? При этом, при этом далеко не факт, что развитие событий пойдет по оптимистичному сценарию с этим фискальным обрывом. Далеко не факт. А ведь если пойдет все не по оптимистичному сценарию... Сергей, извините, я перебью. А какой он оптимистичный сценарий? Как он выглядит? Ну, скажем, что они смогут сразу какую-то дорожную карту с Конгрессом составить и потом начать ее быстро выполнять. То есть, увеличение одних налогов компенсирует снижением других, условно говоря, и так далее. То есть, сразу обо всем договориться они смогут? Да. Вероятность этого, я считаю, очень мала. А у меня такое впечатление, что рынки как бы дисконтируют то, что это будет происходить. И мне это напоминает такую ситуацию, когда участники рынка играют в такую игру, что то, о чем мы даже боимся подумать, не может произойти. А еще раз повторяю, лето 2011 года показало, что произойти, в принципе, может все, что угодно. Если мы увидим, что вот этого быстрого решения по фискальному обрыву не получается, то там пойдет некий базовый сценарий, я думаю, с продолжением вот этой пилы. Если мы увидим какой-то пессимистичный сценарий, вероятность которого я тоже, честно говоря, оцениваю не очень высоко, там может быть и все минус 20-30%. Пессимистичный, это что, дефолт? Нет, не дефолт, я имею в виду, что они там не договорятся, допустим, по налогам, будет удар по ВВП довольно сильный, и в принципе есть риск скатывания американской экономики в рецессию в этом случае. В этом случае увидеть минус 20% по S&P и минус 30% по нашим индексам, совершенно спокойно это может быть. Поэтому тут как бы нужно оценивать для себя вероятности, прежде чем делать какую-то ставку на этот рынок. Я понял. Хорошо. Ну, собственно, вот об этом давайте мы и говорим сегодня более детально. Итак, вероятности. Каковы они? Ты, кстати, Андрюш, да, я хочу к тебе сейчас обратиться, ты начал говорить, что в ближайшее время рынок будет целен, сосредоточен на... Нет, ну, это скорее мое видение на ближайшие там дней 10. Я все-таки опасаюсь, что пока вот по факту мы будем некоторым образом снижаться. Опять же, до, как Сергей сказал, до того, что... Ну, не думаю, что эта ситуация прояснится там достаточно быстро, да. Наверное, это зависит от того расклада, который в Конгрессе сложится. Этого мы еще не видим. Вот я прошу прощения, Андрюш, я прошу прощения, смотри. Я недавно где-то прочел, и просто помогите. В сомнениях весь. 21 декабря этого года заканчивается лицензия у Федрезерва. Ну, вроде бы, да. Напечатание денег. Что это значит вообще, и как с этим бороться, как с этим быть? Ну, насколько я помню, это все тоже относится к фискальному разрыву, на самом деле, да. Там прекращают действия, если не ошибаюсь, два закона. Один по налоговым льготам, другой по дефициту бюджета. И, собственно говоря, в прошлом году ведь ситуация была та же самая. Вот Сергей напомнил о лете, когда, да, там... В августе месяце, да? Да, когда как раз период отпусков, все так симпатично, и тут вот эта вот давящая информация о том, что в Америке чуть ли не дефолт ожидают. Как-то мы это пережили, но после этого все равно слив был по рынку вполне ощутимый. И ситуация начала прошлого года, если не ошибаюсь, некоторая напряженность возникла из-за того, что это уже внутренние, я так понимаю, разборки, что ли, там, наверное, между демократами и республиканцами. Но, опять же, наверное, они происходили в той жесткой форме, когда-то тоже что-то не утверждалось, исходя из того, что к этому времени уже был кандидат полноценный от республиканцев, Ромни, и, возможно, это было ему в какую-то помощь. Но, если от этого отвлечься, я думаю, что у нас вот есть недели полторы-две для того, чтобы попадать. Это вот начиная с завтрашнего дня, грубо говоря. Начиная с сегодняшнего, можно сказать. На экранах видим. Хотя, не скрою, конечно, некоторые бумаги наши находятся в какой-то особо угрожающей зоне типа Газпрома. Да, то есть, там, на самом деле, так, предел для снижения не очень велик, потому что дальше уже это может перейти в панические настроения. Мы в этом году привыкли, что бумаги доходят до каких-то уровней, и, казалось бы, дальше уже движение может усиливаться. Но вот этот, как я уже говорил, странный спекулятивный рынок этого года, он как раз показывал, что, может быть, все наоборот. Но во многом я это связывал с тем, что последние месяцы, наверное, на рынке был достаточно низкий леверидж. Поэтому какие-то дополнительные стоп-лосы, какая-то дополнительная фиксация, какая-то дополнительная продажа клиентских позиций, которые вылезли по вылезшим маржин-калам, она, наверное, не происходила. Ну и потом мы сами видели, что рынок-то, в общем-то, сдулся сильно по объемам, поэтому... Ну да, да. И это является каким-то подтверждением, наверное, вот этого факта. Но, тем не менее, будет угрожающая ситуация для некоторых бумаг выглядеть, если это действительно движение разовьется во что-то. Хотя по большинству, наверное, ничего страшного нет. Я согласен с Сергеем, можем просто получить локальный минимум этого года, может быть, этого года, либо какого-то периода последнего. Но от него постараемся, наверное, все-таки подрастить. Тем более, что, мне кажется, должны они принять какое-то очевидное решение, потому что сползти в рецессию, а тем более в стокфляцию, в эту так называемую, да, про которую сейчас начали уже активно говорить в Европе, что это в некоторых странах она себя проявляет. Ну, наверное же, все это в ФРСе, в общем-то, и не только в ФРСе. Ну, везде это понимают. Понимают, да. Хотя, конечно, все может свестись опять банально к тому, что просто будут рынки заливать деньгами. И печатать, печатать, и печатать. Это помогало, это вроде бы помогает, поэтому давайте испытанное лекарство. Да, да, да. Не будем экспериментировать. Ну, вот с этой точки зрения, друзья, смотрите. Сегодня выбрали Обаму. Ну, давайте уже как свершившийся факт, я так понимаю, да, уже тут особых этих самых сюрпризов не будет. Сегодня выбрали Обаму. Обама, собственно, был президентом, да, соответственно, будет президентом. Его политика понятна, она, так сказать, предсказуема. Более того, да, ставленник Обамы, или, по крайней мере, его правая рука господина Бернанки, его политика тоже понятна и предсказуема. Отсюда, да, сегодня опять я напомню, рост рисковых активов, потому что, ну, Федрезерв рулит. Федрезерв рулит. Так почему же мы не ждем дальнейшего движения вверх, если Федрезерв рулит? Ну, дело в том, что вот это вот пресловутое печатание денег, оно, чем больше проходит времени, тем больше напоминает, как лечение алкоголизма водкой, да. По сути, что мы видим, новая порция денег, она ведь не идет, как бы, в живом виде, там, в экономику. Она просто снижает еще на какой-то процент уровень долга. То есть в той же Америке, например, уровень совокупного долга по отношению к ВВП, я имею в виду государственный долг, там, корпоративный плюс частный долг населения, составлял в 2008 году до кризиса на хаях порядка, там, 360% от ВВП. Сейчас он где-то 330, то есть это очень много, но тенденция есть, да. Особенно снижение происходит в части, вот, долга частного. То есть те деньги, которые через социальные расходы, через, там, как некий след от очередного количественного смягчения поступают в домохозяйство, используются не на потребление, которое составляет, там, 70% ВВП американский, за счет чего они, в общем-то, и росли, там, 20 лет очень сильно, а уходят на очередной виток делевереджа, да, то есть снижение своей кредитной нагрузки. Вот, и поэтому, до тех пор, пока эта тенденция не изменится, я не ожидаю какого-то, вот, скажем так, новой волны бычьего рынка. Мы будем просто жить вот в такой же парадигме, рыночная пила, то есть объявили очередной КУИ или какую-то еще новость, там, сегодня вот, греки проголосуют сегодня, например, за план по сокращению расходов, там, завтра будет какая-то локальная эйфория, послезавтра опять будут фиксироваться и так далее. Будем жить вот в такой парадигме. Для того, чтобы мы увидели новый, так сказать, здоровый цикл бычий, нужно, чтобы вот эти ожидания превратились, наконец, в реальные цифры. Они есть, как бы, определенные, как раньше, в 2008 году любили говорить, зеленые ростки. Есть, да, то есть в той же американской экономике, то есть там произошел определенный такой разворот с самого дна вверх, там, в некоторых индикаторах экономических, на которые все смотрят, в ценах на недвижимость. То есть это есть. Но если мы не увидим продолжение этой тенденции, так сказать, разгона, так сказать, да, то, в общем-то, это может закончиться, еще раз говорю, этой самой пилой. Рецессии, честно говоря, я не жду, потому что вероятность вот пессимистичного сценария я бы оценивал так же, как и вероятность оптимистичного сценария, процентов в 15, не больше. Все-таки основной, основная часть, это база, некий базовый сценарий, да, вот, который будет чередовать позитив и негатив. Я понял. Хорошо. Значит, собственно, тема понятна, тема интересна. Сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, продолжаем наш сегодняшний разговор. Уважаемые коллеги, в эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, и мы говорим сегодня о будущем, ну, о настоящем, да, прежде всего, и неком будущем финансовых рынках, после того, как закончились выборы в Штатах, выбран господин Обама, с чем его и поздравляем. Хотя, я предлагаю несколько отойти, да, переехать в другую часть Земли, другой конец света, значит, переехать в Европу, потому что все, что происходит там, оно тоже, так сказать, да, не закончилось, а грозит даже продолжением. Что по этому поводу, Андрей, можно сказать? Ну, в Европе, к сожалению, набившая скомину греческая тема продолжает жить. Она, собственно говоря, будоражит у нас уже пару лет, и иногда мы про нее забываем, когда появляются более яркие какие-то события, на которые стоит реагировать. Но, тем не менее, судя по некоторым замечаниям, вот то, что я читаю какую-то аналитику, особенно, особенно не российскую, наверное, хотя и российскую тоже, тема того, что Грецию все-таки могут исключить из состава еврозоны, она остается, и, в общем-то, видимо, будет нас нервировать и дальше, хотя и Драги, и остальные европейские функционеры много раз достаточно клятвенно утверждали, что ни в коем случае это не может произойти, потому что это прецедент, он в любом случае на всей еврозоне отразится крайне негативно. Но мне кажется, что это не исключается, а если учитывать вот и, ну, может быть, сегодняшние заявления по поводу проблем, которые и Драги, и Еврокомиссия увидела уже и в германской экономике, ну, скажем так, эта тема может дальше развиваться. Это просто, может, повод для пикировки некий, да? Может быть, может быть, но вообще-то, конечно, ее надо уже давно было решить как-то, и боюсь, что вот это постоянное откладывание, постоянный перенос сроков, но это какая-то не очень хорошая история, то есть это какая-то игра, которая действительно в какой-то тупик нас заводит, и в конце концов, прежде всего, она сам Евросоюз заводит в тупик, то есть к принятию решения, видимо, люди не готовы жесткому, не знаю, нужно оно или нет, не буду комментировать, потому что не специалист все-таки, наверное, но, тем не менее, рынкам было бы интересно увидеть конец этой истории. И вот Сережа рассказывал о том, что, да, мы находимся в пиле, движение вверх, какая-то локальная радость, да, потом фиксация прибыли. Так и есть, да. И эту историю ведь тоже можно, да, таким же образом диапазон поставить. Вот они пришли, о чем-то договорились, все обрадовались, а потом мы понимаем, что потом они еще о чем-то договорятся, а потом еще о чем-то. Нет, ну тут мне надо, кажется, понимать, что рынки или там инвесторы, скорее, да, они все в меньшей степени будут, скажем так, реагировать на эти вещи, скорее будут уходить с рынков. Потому что та пила, о которой мы говорим, она для кого-то интересна. Возможно, она интересна для интродэй-спекулянтов, возможно, она интересна для роботов каких-то, что, собственно говоря, на рынке там мизерная доля. Но крупные, серьезные инвесторы, они, наверное, могут не захотеть. Мне интересно, а куда они будут уходить? Вот это вопрос вопросов, да, я согласен. Куда они будут уходить, потому что планета не очень большая, инструментарий, конечно, не так велик, да. Количество инструментов не так велико. Но, значит, кстати, я в двух словах, так сказать. Ведь бандовый рынок в этом году выглядел гораздо сильнее рынка акций, на самом деле. Ну, что в этом есть логика. Особенно рынок, ну, если говорить о российском, особенно рынок госдолга, то есть я имею в виду ОФЗ. Корпоративные бумаги тоже выглядели некоторые ничего, были симпатичные размещения, но особый интерес был явно виден. Причем интерес не резидентский к рынку госдолга. И это можно было заметить и весной, и сейчас осенью. Понятно, что это тема евроклира, в котором будут рассчитываться ОФЗ. Но она уже достаточно долго развивается. Я думаю, что она, в принципе, отыграна. Но, тем не менее, вот те риски, которые люди были готовы брать. То есть вот та доходность для крупных инвесторов. Ну, тут еще присутствовал, наверное, корритрейт в определенные моменты. В частности, вот в начале лета. Но вот, пожалуй, туда и уйдут. То есть здесь будет вопрос стоять не только заработать, а вопрос же стоит еще всегда сохранить и защитить. Поэтому здесь можно поскупиться где-то доходностью и не влезать в рисковые активы, там, ожидая какого-то серьезного движения, которого может и не быть. И, скорее, наоборот. А просто брать ту доходность, которая, так сказать, есть. И, в общем-то, она будет, может быть, ниже какой-то же тех предыдущих лет. Но... Я думаю, нам предыдущие годы уже никто не смотрит. Ну, тем не менее, нет. Ну, как, ну, посматривают, как. Сравнивают. Обязательно. Обязательно. А как же? К сожалению. Ох, раньше были времена-то, да? Ох, а теперь-то вон что. Поэтому, вот, к сожалению, вынужден констатировать, что этот рынок, он, наверное, в этом году даже был по-своему интереснее, чем рынок, так сказать, обычной акции, да, рынок облигаций, да, это правда. Сереж, у тебя какие перспективы? Виденье, точнее, виденье. Ну, я, в общем-то, это медицинский факт, что, действительно, некоторые индексы, в частности, российские, они торгуются, там, на уровне двух-трехлетней давности практически, ну, если не считать пилу. Ну, да. То есть, если человек не спекулянт, а, допустим, формирует какой-то долгосрочный портфель, в этих условиях, конечно, тяжело. Поэтому, я думаю, что нужно просто подходить, так сказать, если позволяют, конечно, средства, к тому, чтобы делать какой-то диверсифицированный портфель, на самом деле, и не смотреть на вот эту вот краткосрочную волатильность, а просто формировать определенный риск-профиль своего инвестиционного портфеля. То есть, выбирать, например, там, если говорить о бумагах отдельных, какие-то качественные бумаги, выплачивающие, там, стабильно высокие дивиденды. И пускай вас не волнует, там, как ходит цена акций. Это, в принципе, по-хорошему, при классическом инвестировании вообще безразлично. Это приучили нас во время бума доткомов, как бы, да, и когда наш рынок, там, рос по 60-70% в год. То есть, понятно, что это хорошо заработать прямо сейчас и быстро, но, в принципе, классическое инвестирование подразумевает покупку хорошей компании, получение дивидендов. Там, выбирать, опять же, регионы. То есть, действительно, я согласен, что с Европой далеко не все так однозначно. И просто в силу того, что их там много, и они все разные, как бы, и я не жду от них быстрого решения их проблем. В этом плане, если там делать ставку на какой-то макрорегион, да, то, допустим, те же штаты мне нравятся гораздо больше. То есть, если вам позволяет, там, портфель делать какую-то географическую диверсификацию, то взять просто, там, фонд американских акций, допустим, широкий, даже диверсифицированный, если нет времени копаться в отдельных, там, дивидендных историях, будет гораздо перспективнее, чем взять фонд, там, европейских акций. Потому что все-таки в Штатах, я думаю, на относительной основе, относительно Европы, в следующем году ситуация будет лучше выглядеть. Вот. С Греции, ну, да, там, сегодня вот будет голосование, еще раз говорю, там, в 10 часов, по-моему, по Москве будут результаты объявлены. Ну, если будет, что тоже, на самом деле, пока, кажется, лотереей, хотя всегда надеясь на то, что благоразумие должно победить, вот. Если проголосуют за, там, урезание рождественских льгот для пенсионеров, за повышение пенсионного возраста, еще, там, на 2 года, то, наверное, там, им дадут очередную порцию денег, как бы, дефолта мгновенного не будет. До следующей порции. Да, до следующей порции. То есть, по сути, это фундаментально ничего не меняет. Ну, это, тем не менее, даст повод опять рынку обрадоваться, краткосрочно, да? Естественно. То есть, опять, там, да, спекулятивно можно будет заработать, но это не имеет ничего общего с долгосрочным портфетом. Тренду это не имеет. У нас есть звонок, давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Скажите, а вот перенестись, если в это, в Поднебесную, которая, вот, не считаете ли вы, что это коррекция, которая сегодня, да, там, после выборов Обамы, то, что как-то она связана с тем, что выборы, или, там, что там у них, передача власти, переход элит, и с этим как-то связаны, это вот первый вопрос. И что там могут, ну, вот, поскольку там читал, тоже слышал, что какие-то тоже могут принять на фоне передачи власти, и какие-то фискальные, значит, и налоговые, и какие-то к банкам, что там может быть вообще вот в этом направлении, высказано или что-то, или там ничего такого особого произойти не может. Понятен вопрос. Спасибо, Владимир. Андрюш, ну, собственно, то, о чем ты говорил за эфиром, да, на Китай не надо забывать посматривать. Нет, на Китае, безусловно, нельзя забывать посматривать. Насколько я понимаю, ну, надо бы, по-хорошему, конечно, дождаться какого-то резюме, после того, как съезд КПК закончится, да, вот, насколько... Сроки есть какие у тебя? Не помнишь? Честно, не помню. Не хочу лукавить, не помню. Вряд ли в Китае произойдет что-то сверхъестественное и неожиданное. Китай в этом смысле не Россия. Это у нас могут быть совершенно непредвиденные какие-то заявления, результаты, люди, в конце концов, да. Насколько я понимаю, в Китае все давно решено, и все это мягко просто произойдет. То есть это не революция, это просто... Да, надо, чтобы об этом объявили. Ну, смена поколений, ну, может быть, команд в какой-то степени, но не в какой-то, а наверняка смена команд. Вот как раз Владимир спрашивает, вот в связи с этим, да, что одна команда, условно говоря, сменит другую. Можно ли каких-то революционных изменений в экономике, в политике? Ну, по идее, плохих не должно быть никаких изменений, потому что новая команда, которая будет вести за собой весь китайский народ и всю китайскую экономику и так далее, она, в общем-то, должна показывать наверняка какие-то... или проявить какие-то позитивные настроения. Это должно быть обставлено какими-то победными, ну, немножко грубовато получается, там, реляциями, да, но смысл понятен, да, просто не нашел подходящего слова, наверное, вовремя. Вот, поэтому думаю, что нет, ничего страшного не должно произойти, просто, но Китай, он сам по себе, Китай же тоже не может жить, да, то есть, соответственно, все равно после того, как КПК закончится, Китай будет развиваться, думаю, что в том же русле, в котором сейчас... Оговорился, КПК закончится, ты оговорился. Съезд, конечно. Съезд, КПК закончится, да, что я сказал, КПК закончится? Нет, я это не имел в итоге в коем случае. Да, 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 не надо. Поэтому они, конечно, вернутся к тем решениям, которые уже были приняты, а на самом деле, ну, Китай часть глобальной экономики, и те действия, которые мы сейчас видели по Китаю, они, в общем-то, наверное, правильные, я бы так сказал, по крайней мере, сильного раздражения они не вызывали, так что как раз Китай может оказаться, некоторой отдушиной, понятно, что на Америку будут сейчас смотреть больше, но Китай может оказаться той отдушиной, откуда нам будет поступать такой свежий ветерок или там, по крайней мере, что-то позитивное. Ну, в виде чего? В виде... В виде каких-то решений, там, да, в виде статистики, что, ну, потому что мы же все живем в одном имя, у нас все время либо статистика, либо какие-то новости, так, по большому счету, а уже на базе этого мы создаем какие-то аналитические свои прогнозы на перспективу, и на самом деле не такая плохая статистика была, ну, в основном, по Китаю, хотя я бы вот дополнил, Сергей, да и по штатам последние, там, наверное, та статистика, которая важна, в частности, вот, и домики так называемые, и Perls, которые вот выходили буквально в конце той недели, они пока были вполне симпатичные, да, вполне симпатичные. Я согласен, я согласен. Сереж, по Китаю дополнишь что-нибудь? Ну, может быть, коротко. Действительно, рынок очень сильно китайский отставал на протяжении, там, полутора лет от, так сказать, глобальных рынков. Просто вот если посмотреть его на относительную динамику против того же индекса, там, MSCI World или S&P 500, сейчас мы видим, что он, то, что называется, рисует дно, на мой взгляд, и эта прорисовка дна подтверждается, это экономическая статистика, которая начала приходить, вот, там, индекс PMI выходил недавно, на прошлой неделе. Кроме того, мне нравится то, что я смотрю на такой вот рыночный индикатор соотношения динамики риэлторов. Сереж, сейчас слушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, продолжаем наш сегодняшний разговор. Мы говорим, напомню, об итогах президентских выборов, ну, итоги ясны, и более-менее ясна реакция рынков на эти самые итоги, и нет никакого бурного движения, к сожалению, хотя вот еще в начале сегодняшнего дня была такая надежда, но она, да, растворилась как дым. Напомню, в эфире Финам.ФМ «Сухой остаток». Продолжаем разговор, касается он Китая. Владимир позвонил, задал вопрос. Сереж, продолжи, пожалуйста. Да, я начал мысль о том, что я вот люблю смотреть на разные соотношения отраслей между собой, рынков между собой, и для Китая есть такой очень интересный индикатор, если посмотреть на относительную динамику компаний отрасли недвижимости, да, к широкому рынку, там, Шанхай Композит, то можно увидеть, что эта динамика, она относительно часто является таким неким опережающим индикатором абсолютной динамики рынка, и вот она сейчас выглядит очень хорошо, потому что в отличие от индекса широкого рынка, который сейчас, как я говорю, на мой взгляд, прорисовывает дно, вот эти вот компании сектора недвижимости уже несколько там недель или даже месяцев опережают рынок, то есть... Уже в восходящем тренде. Да, да, для меня это является неким таким опережающим сигналом, что там сейчас тактически будет какое-то ралли, наверное. Если это так, то это, конечно же, поддержит рисковые активы остальные, в том числе, в первую очередь, металлургов, угольные компании, и особенно с учетом того, что если там вернуться к нашему рынку, с учетом того, как сильно этот сектор отставал у нас от рынка на протяжении тоже последних полутора лет. Вот, поэтому, в общем-то, опять же, тактически, я думаю, сейчас мы входим в период, скажем так, до середины следующего года, когда можно риск набирать. К сожалению, трудно сказать, на каких именно уровнях там угадать дно невозможно, да. Но вот с точки зрения времени, я думаю, что мы вот достаточно близки уже к этому тактическому дну по рисковым активам. Я понял, спасибо. Есть вопрос, Андрей, тебе. От тезки, собственно. Так, смотрю, Уралкалий пишет Андрей. Мне нравится бумага по уровням, уже присматриваются к входу. Идет процесс смены брокера, тен-тен-тен. Так, ну была мысль на РБК-ТВ, что эту бумагу двигает один крупный держатель акций. Мнение ваших гостей, таково ли это. И горизонт по бумаге на март, ну то есть как раз до весны прошлого года, на полгода. На полгода горизонт по бумаге. На полгода Уралкалий, да. Ну и вот идею услышал, да, Андрей, что кто-то там... Бумага хорошая. В принципе, уже за последний год-два-три она вплотную приблизилась к голубым фишкам. А среди химии, безусловно, является первая бумага. Это таит в себе, правда, и некоторые неудобства для нее, поскольку там стало больше спекулятивного интереса, чем, допустим, в каких-то бумагах типа Фосагра или Акрона. К сожалению, она не очень дивидендная бумага, поэтому я не готов ее, наверное, может быть, рекомендовать с точки зрения какого-то такого портфельного держания под дивидендом. Андрей спекулянт, поэтому я думаю... Нет, ну полгода уже для нашего рынка сейчас это какой-то период, я бы так сказал. Понятно, что, Андрей, не пенсионный фонд, и на 6 лет не будет покупать, хотя как получится. Что касается уровней, думаю, что сейчас она будет двигаться вместе с рынком, то есть там нет, по-моему, никакой темы отдельной, которую бы можно было обсуждать. На самом деле можно присматриваться, и я бы сказал так, ну, почти отталкиваясь от индекса, ну, может быть, с некоторым, ну, то есть как, посматривая на индекс, на все остальное, и, соответственно, на уровни в бумаге, но они действительно где-то недалеко. Хотя, если говорить о каких-то минимумах, то, безусловно, она от своих минимумов этого года ушла достаточно высоко. И вряд ли не вернется уже. Ну, надеюсь, что не вернется, процентов на 25, наверное, да, так, на вскидку она ушла, ну, где-то так, да, где-то с уровня, там, 190, вот. Но в качестве на всякий случай дополнительного совета, что ниже 200 покупать можно в любом случае. Вот так, да, хотя, конечно, цена сейчас далеко не такая, ну, мало ли что. То есть или, я бы так, не очень люблю это слово, но иногда приходится же это делать всем, ничего не сделаешь, или усредняться тогда ниже 200 в любом случае. Вот. А так, хорошая бумага, а в качестве еще дополнительной альтернативы, если сектор интересен, я бы ему все-таки порекомендовал посмотреть на ФосАгро. Очень крепкая бумага, и вполне вероятно, что и дивиденды не разочаруют. Ну, и полгода это приемлемо. И полгода это как раз уже близко будет к отсечке, если не ошибаюсь, это где-то май, поэтому можно подержать. Но, возможно, это не его история, да. Я понял, я понял. Еще один вопрос. Галина пишет. Какое будущее у акций энергетических компаний? И расшифровывает. Ну, вот МРСК ее интересует прежде всего. ТДК она еще пишет, правда. Вот это очень трудный вопрос. Если честно, энергетические компании в этом году, ну, и рынок был сложный. Без конкретики, в принципе. Сбили с толку. Очень часто сбивали с толку. Поэтому, если есть, то держать. Я бы так, наверное, аккуратно выразился. Если нет, ну, то не обязательно. То воздержаться. То не обязательно покупать все-таки, да. Я понял. Спасибо. Так, и тогда вот о чем давайте сейчас поговорим. Завтра заседание ЕЦБ, насколько я помню, да? Поставки в четверг у нас. Да, в четверг, да. Вроде бы завтра. А что ждем, Сереж? Что ждем от него? Завтра я бы больше внимания, честно говоря, уделял даже не ЕЦБ. Я от них сюрпризов никаких не жду. А англичанам. Потому что у них завтра тоже, по-моему. Да, но они, как правило, связки. Что они объявят и по ставкам, и особенно по объему выкупа активов. Так, а есть какие-то... Есть повод, чтобы... Нет. В том-то и дело, что нет, но следить... Потому что сюрпризы на то и сюрпризы. То есть если бы мы их ожидали, они бы уже не были сюрпризами. Но, скажем, если откуда и ожидать сюрпризов, то оттуда, на мой взгляд. То есть все-таки от Банка Англии, да? Да. Но, опять же, я не жду завтра сюрпризов никаких. То есть я не думаю, что будет какое-то влияние на рынок. Гораздо больше влияния на рынок я жду от сегодняшнего греческого голосования. Я понял. Хорошо. Хорошо. Так, времени не так много. Давайте еще один вопрос. Вот Дима спрашивает. Из нефтянки во что посоветуют инвестировать с целью получения дивидендов, кстати? С целью получения дивидендов. Ну, в нефтянке выбор-то у нас, собственно говоря, и в остальных бумагах не так богат. С этого надо начинать. Выбор-то у нас. С сожалению, да. Поэтому боюсь его разочаровать, слушатели, но это, наверное, все-таки Лукойл в большей степени. Я не очень уверен, что мы увидим что-то в Газпроме, но он ведь у нас тоже относится к нефтянке по-своему. Поэтому Лукойл, наверное, будет интересен, но в нем, вы знаете, была покупка последний месяц, может быть, я так сказал бы, да, аккуратная. И, наверное, стоит немножко дороговато. Если мы ждем все снижения, ну, как все, может быть, не все, но если ожидать снижения и какого-то развития вот того снижения, которое, допустим, сегодня началось, предположим, да, то, наверное, на уровнях пониже. Кстати, если говорить о снижении, то действительно оно так активно развивается. Я вот сейчас смотрю на график индекса РТС, он уже практически недалеко от 1410. А, то есть 1420 мы пробили успешно, хотя там где-то видели вроде как поддержку. В моменте вот сейчас он как раз ниже уже туда опускается, где закроется. Ну, в принципе, осталось тут две минутки до закрытия. Я бы добавил, что нефтянка не самый лучший повод для дивидендов. Сереж, ну, а ты в целом, если говорить об отраслях, на что бы ты сейчас посмотрел? Ну, вот я сказал, что если я делаю ставку на риск на ближайшие полгода, наверное, я бы все-таки попытался поиграть в металлургию. Хотя это очень рискованно выглядит, на самом деле, но тем не менее, мне нравится, как начинает вести себя сектор относительно рынка. То есть очень долгое время вот этот относительный тренд отраслевой был падающим. Сейчас он, на мой взгляд, пытается развернуться. Отдельные бумаги, такие как НЛМК, магнитка, они, я вот сегодня буквально смотрел, начинают уже показывать признаки подтверждения этого разворота против индекса. Ну, для меня это как бы сигнал к тому, что этот риск можно взять. То есть я, это, скажем, еще сигнал с моей прошлой работы, когда я управлял паевым фондом, и там было важно подбирать именно бумаги, которые будут лучше рынка. То есть вот сейчас бы я к ним присмотрелся. То есть не сразу на все, но он начинал бы их постепенно брать. Вот, собственно говоря, ну и дивидендные истории, да, я еще раз повторю, я сейчас большой их сторонник. К сожалению, у нас не так их много на рынке. Если есть возможность выйти как бы на запад, там есть что поискать. У нас была хорошая компания дивидендная, но как бы с некоторых пор она может перестать таковой стать. Ну и практически перестала. Перестала уже, можно сказать, что видно в ее, в реакции рынка как бы на ее котировке. Ладно, в громаде. Вот, поэтому для нас, что для нас, вот для нашего рынка, я его продолжаю считать, как, в общем-то, и долгое время считал, просто деривативом на глобальный риск аппетита. То есть я, честно говоря, не вижу сейчас его как самостоятельную единицу. Для того, чтобы он стал самостоятельной единицей, должны быть некие структурные преобразования. То есть вот центральный депозитарий, это хорошо, как бы, это такой хороший шаг, да, но на мой взгляд этого мало. То есть очень многое будет зависеть от решения финального по пенсионной системе, которая будет до конца года, должен быть принято. То есть есть какая, да, вот эти деньги пенсионные могут поддержать? Пенсионные деньги это во всем мире то, что называется ДДД, дешевые длинные деньги. То есть если их нет в системе, то откуда взяться долгосрочным инвестициям? Этот рынок так и будет вводиться спекулянтами вверх и вниз. Пришли, да, пришли, ушли, пришли, ушли. И буквально два слова, Андрюш, Сереж, значит, интересуются наш слушателей парой евро-доллар. Ну, если вот в нынешних условиях, да, мы там пробиваем условно 1.28, закрепляемся. 1.28 мы пробили же, по-моему. Мы пробили, сейчас вот мы ниже там торгуем с 27.40. А, то есть мы и минимум сегодняшний пробили уже, насколько я понимаю. Обновили уже его. Ну, обновили, да, на самом деле. Ну, похоже, долг еще укрепляться. Укрепляться, да. Если не ошибаюсь, там... Ну, 1.20 видишь, что-то в ближайшее время. Ну, 1.20 пока, наверное, не готов. 25.20, 25.40. Наверное, где-то так. Все время, к сожалению, опять мы... Я, вернее, заболтался. Я вас представлю еще раз. Это был Сергей Григориан, Андрей Павленко. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Программа «Сухой остаток». Я Олег Дмитриев. Успехов на рынке. До свидания.